Приветствую дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко и вы смотрите канал Быть Программистом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не забывайте про кнопочку лайк, поскольку она очень мотивирует меня записывать новые ролики. Конкретно сейчас вы смотрите видео из серии видеокурсов, которая называется Винтик. Профессия верстальщик сайтов. Призываю вас перейти по ссылке, которая находится в описании к ролику и изучать этот видеокурс непосредственно на сайте школы. Почему? Потому что на сайте школы, во-первых, у вас будет личный кабинет, во-вторых, на сайте школы у вас не будут раздражающие рекламы, которые есть на ютюбе. В-третьих, на сайте школы у вас будут интерактивные экзамены, которые вам нужно будет сдавать. Дальше, на сайте школы у вас будут дипломы, они, собственно, выдаются по окончании этого курса. И самое интересное, что дипломы хранятся, у вас будет ссылка на диплом и вы сможете поделиться им, например, на фриланс-биржах. По этой причине, ребята, не забывайте переходить по ссылке и смотреть данный видеокурс конкретно на сайте, чтобы все это дело было у вас в одном месте. И самое важное и интересное, что на сайте к этому конкретно курсу привязан форум, где вы совершенно бесплатно можете общаться с другими учениками, которые также проходят этот мини-курс для верстальщиков сайтов. То есть, это курс для самых маленьких, которые только начинают верстать свой путь. Все абсолютно бесплатно, это бесплатный курс, переходите, а мы начинаем видео. Приветствую, дорогие друзья, как ваши дела? Готовы продолжить верстку? Давайте тогда работать со следующим блоком. Это блок контакты, GetIntouch форма. Принцип тот же. Значит, есть у нас секция сервисы. Мы создаем себе новую секцию с классом контакт. И в этой секции, собственно, у нас будет заголовок, опять же, H2 мы используем. Стоп перед заголовком, конечно, у нас раппер, забыл о нем, GIF с классом раппер, вызываем, да, наш раппер. И уже сейчас у нас внутри заголовок. Давайте скопируем этот заголовок. Далее, описание. Мы выше использовали простой абзац с классом Description, здесь, в принципе, то же самое. Простой абзац с классом Description и текст вставим. Здесь у нас конкретно адрес идет в это самое описание. Теперь, следующий момент. У нас вроде и там, и там Description, но здесь стили не будут подтягиваться. Смотрите, стили не подтягиваются по причине того, что там они наследуются от родителя. Поэтому, либо просто в CSS копируете блок стиля и вставляем внутрь контейнера контакт, либо просто вывести за пределы и вот этот самый Description писать вот таким вот образом. То есть вот так. Но так я пока не рекомендую, потому что слово Description распространенное, вероятно, в разных местах оно будет использоваться. И чтобы стили не перебивали, лучше поступайте так, как сейчас поступлю я. Так, хорошо, следующее, что мы делаем. У нас, значит, после этого будет некий, в принципе, класс можно писать, а можно обойти себе из него. Написать сразу тег формы и нашей форме задать класс контакт форм, например. Вдруг будут две формы на сайте. Далее смотрим на нашу формочку и решаем. Значит, у нас есть два таких поля, да, и текстаря. Как мы можем поступить? Мы можем, в принципе, подряд три элемента выставить и флексбоксами их расположить вот таким вот образом. Либо можем создать отдельные контейнеры. Для первой линии один контейнер, для второй один контейнер. В принципе, так для новичков будет проще. Но мы делаем немножко посложнее, да, чтобы работа казалась интереснее. Значит, у нас внутри формы будет input типа текст. И все, в принципе, да. Ну, давайте не все, а давайте в placeholder вставим вот это your name. Placeholder, your name. Дальше. Если стоит звездочка, значит, оно обязательно к заполнению. В таком случае мы должны прописать атрибют required. Вот прям так. Required дописывается в HTML5. Дальше следующее поле, это у нас тип email. Тоже required, только placeholder меняется, your email. И третье поле, это текстарея. Текстарея. Что мы здесь пропишем? Первое, placeholder. Какой у нас тут placeholder? Your message. И, в принципе, все. В принципе, все. Дальше у нас кнопочка. Дальше идет input типа submit с текстом на кнопочке send message. Send message. Вот таким вот образом. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Собственно, вот что у нас происходит. Теперь давайте все это дело стилизовать. Мы начинаем с того, что создаем себе секцию contact. Section contact. И у нее будет фоновый цвет, который мы сейчас возьмем из фотошопа. Вот этот цвет. Берем сначала пипетку. Выбираем цвет. Копируем цвет. Command S. И вставляем. Не забываем о решетке, потому что хекс цвета, они начинаются с решетки. Далее отступы. Отступы, в принципе, я думаю, такие же, как и наверху. Но перепроверим на всякий случай. Выбираем линеечку. Там, по-моему, 120 было. Так, 117. 118. Короче, да, 120. Значит, давайте поднимемся выше. И я скопирую вот таким вот образом. Text Align Center тоже копируем. Далее. Далее обратите внимание, что заголовки у нас те же самые. Поэтому я их тоже копирую. Вот так вот эти три секции заголовок, псевдоэлемент и описание. Я их копирую, вставляю себе ниже, но единственное, секцию меняю. Там у меня сервисы, а я меняю ее на контакт. И он теперь будет наследовать эти стили и для этого блока. И смотрите, что у нас получается. То есть мы сейчас не тратим время, чтобы писать сюда стили. Они у нас уже прописаны. А вот сейчас с формочкой поработаем. Вот это как раз и интересный момент, потому что они у нас, смотрите, как выглядят, да? И смотрите, как мы должны их сделать. И мы сейчас постараемся делать все на CSS. То есть не добавляя никаких тегов туда, внутрь. Хотя я подразумеваю, что теги все-таки придется добавить. Из-за того, что элементы формы не воспринимают флексбоксы. И дай бог, чтобы вот этот форм воспринял флексбокс. Потому что если он его не воспримет, нам придется диф один все-таки добавить на родителя. Значит, ой, начал уже писать не туда, куда нужно. Вот так, контакт форм, дисплей, флекс. И давайте, чтобы проверить, флекс, direction, column. О, шикарно! Все у нас работает. Не любят инпуты, да? На инпут даже не пытайтесь вставлять. Есть такой тег файл. На него тоже не пытайтесь вставлять флекс. А вот на контейнер, на тег форм все прекрасно работает. Хорошо, это мы сделали. Дальше, что нас интересует? Флекс мы добавили. Теперь flex wrap мы ставим значение wrap. Для того, чтобы айтемы уходили друг по другу и занимали только нужную им ширину. Хорошо. Теперь мы для инпута с типом текст и для input с типом email сделаем ширину 50% минус. И вот это нам нужно рассчитать. Берем линейку. Здесь у нас получается 32. Если поделить на 2, минус 16 пикселей из каждого надо вырезать. И за счет этого у нас здесь мы еще запишем justify content на родителя. Spaces between. И эти два элемента раскидывает и сюда создается отступ к той ширине, который нам нужен. Который мы здесь высчитали. Хорошо, замечательно. Дальше, что нас еще интересует? Видите, форма у нас не отсюда до отсюда. А у нее есть определенная ширина. Давайте посмотрим эту ширину. Эта ширина составляет 856. Значит, мы на тег формы, вот сюда выше, пишем максимальная ширина 856 пикселей. И нужно ее отцентрировать. Поэтому зададим margin 0 auto, чтобы она ушла у нас по центру. Давайте посмотрим. Вот, замечательно, уменьшается, все идет в центр. Good. Теперь, что еще нам недостаточно? Нам нужно margin button вот этим формочком добавить. Тут у нас 100, ой, 100, 20, 25 сделаем. Там 26, почти 27, а мы 25 сделаем. Margin button 25 пикселей. Кто не обратил внимания, куда я смотрю, при работе с линейками вот здесь. Ш это ширина, В это высота. Собственно, по высоте снизу вверх я смотрю на В. Так, хорошо. Отлично. Теперь текст ария у нас должна быть 100% ширина. Текст ария ширина 100%. Текст ария потерял одну букву. Вот, шикарно. И у нее тоже margin button должен быть 25 пикселей. Замечательно. Вот так. И send message мы должны кинуть в центр. Как мы его можем кинуть в центр? Давайте подумаем. В центре он у нас. Убедимся сначала. Да, он у нас в центре. А, кстати, здесь обратите внимание, какой отступ. Здесь никакие не 25. Здесь посерьезнее у нас отступ. Здесь 58, 60 целых. 60 пикселей отступ. Вот так. Так, send message нам нужно в центр. Вот здесь воспользуемся developer toolbar, чтобы экспериментировать. Вот, предположим, мы попробуем не spaces between, а center. Нет. Center у нас не подходит. Нет, здесь только space between за счет этого отступа. Здесь вот вынуждены мы добавить себе div. Значит, будет у нас div class submit. И мы это дело вставим в этот самый div. Теперь у нас div submit. Вот так внимательно делаем. Да, селектор себе такой длинный. Будет иметь тоже ширину 100%. Но text align center. И вот теперь у нас это дело уходит в центр. Замечательно. Все, мы разбросали нашу форму, видите ли, как при помощи CSS, без каких-то там наполнительных классов, ну, кроме как у кнопки. А теперь стилизуем. Начинаем стилизовать вот с полей здесь наверху. Значит, первое, фон. Да, это вот этот цвет копируем. Поднимемся выше к нашим формочкам вот сюда и пишем background. Сдаем этот цвет, решетку не забываем. Дальше color у нас белый цвет. Далее. Здесь у нас border 3 пикселя. Border radius 3 пикселя. Сам по себе border его нужно отключить. Border 0, либо none, чтобы вводки не было. Вот смотрите, что у нас получается. Дальше. Пэйдинг слева у нас порядка 23, да? Значит, зададим. Пэйдинг left 23 пикселя. Дальше. Высоту зададим. Line height у этого элемента у нас 56, 56 пикселя. Дальше line height. Зададим тоже 56 пикселя, чтобы текст, собственно, тоже использовал эту высоту. Теперь по тексту смотрим. У него размер 18 пикселей белый. И больше ничего здесь нету, да? Значит, font size 18 пикселей. Белый цвет мы, собственно, задали. Толщина у него какая? Regular. Вот так. Замечательно. Дальше, видите, мы добавили пэйдинг и у нас слетел флекс. Для этого, чтобы пэйдинг не менял размер, не добавлял его, мы должны дописывать box sizing, border box. Тоже имейте такую привычку. Вот сейчас все вернулось на место. Вот наш текст. Замечательно. Далее. Placeholder нам нужно прописать. Давайте. Для placeholder. Вот такой вот конструкцией. Вот такой вот конструкцией. Мне интересует белый цвет на placeholder и размер 18 пикселей. То есть placeholder в разных браузерах по-разному интерпретируется. Поэтому вот то, что я сейчас создал, скопировал, это некие условия. И для определенного браузера задавая насильно вот такие placeholder. Видите, Firefox, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari. И вот сейчас, если мы посмотрим, вот они наши placeholder принимают такой же стиль, собственно, как и по дизайну, и как нам, собственно, нужно. Шикарно. Движемся. Дальше. Следующий элемент – это текстаря. В принципе, все то же самое можем скопировать на текстарю. За одним исключением, что еще высоту увеличим. А высоту увеличим до 200 пикселей. Замечательно. И пропишем еще и вот здесь запятую для текстаря. Вот так вот. Все шикарно. Давайте посмотрим. Вот она, наша текстаря, собственно, тоже теперь работает таким образом. И последнее, что нам здесь осталось, это кнопочка. А кнопочку мы уже реализуем в следующем уроке, когда будем футер делать. У меня на этом все. Все большие молодцы. Увидимся в следующем уроке. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании к видео. Я каждый день выкладываю посты с полезными сайтами из жизни, которые точно вам пригодятся.